МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнер программы Технический центр «Маленькая Япония». Обслуживание и ремонт авто. Улица Краснознаменная, 196. Китай планирует выращивать на Луне картофель насекомых, США расширяет санкции против России, а в Девостоке горел многоквартирный дом. Об этом расскажут на других каналах. У нас новости о родном Уссурийске. В студии Евгений Талов смотрите сегодня в выпуске. От закона не уйти. Приставы выселили незаконного жильца. Пропусти скорую. Госдума готовит новый законопроект для автолюбителей. Многонациональное кладбище. Проект нового по ГОСТу обсудили у ссурийских диаспоры. Медицинские работники. Люди, которые продлевают жизнь. Рано встали. Горожане пришли на общую зарядку. Добрый город. Уссурийск вошел в десятку лучших по стране. На выход с вещами в Борисовке из дома выселили мужчину, который незаконно оккупировал муниципальную квартиру. На стороне гражданина были его собаки и вера в собственную правоту. На стороне судебных приставов суд и здравый смысл. Не мой дом, моя крепость. Этот двор в Борисовке встретил участкового и пристава исполнителя с замками, затворами и собачьим лаем. Самозваный хозяин не сразу отозвался на просьбу выйти для разговора. Мужчина уже несколько лет живет здесь исключительно по своему хотению. Данный гражданин занимал жилое помещение муниципальное, незаконно. То есть у него не было ни регистрации, ни договора социального найма. И в связи с этим обратились в суд, администрация, о выселении его. Прописка у Владимира Тихонова на самом деле есть где-то в Октябрьском районе. Раньше он жил в Борисовке с матерью, но у мужчины имеются и другие родственники. Суд все это учел и принял решение выселить. Освободить дом от вещей просто, однако запах останется здесь еще надолго. Самовольный хозяин не отягощал себя уборкой. По словам соседей, мужчина больше любил сажать во дворе растительность и не всегда вел себя адекватно. Цифровую тайнопись в уходной двери никому из гостей разглядать так и не удалось. Вот люди делают вот эту природную проблему вертикально, а потом приходят неизвестные и предъявляют, что мы настоящие. Поняли? Выселяли Владимира не за один день, а с конца апреля. Мужчина отказывался исполнять решение суда, подписывать и принимать документы. Судебные приставы выписали штраф и дали крайний срок. Гражданин отказывался получать какие-либо документы, и решение суда продолжал также не исполнять. Было вынесено постановление о принудительном приводе, гражданин был доставлен, ему было вручено требование о том, что до 26.05.2017 года он должен освободить данное жилое помещение. Окупант покинул муниципальную квартиру на велосипеде, в руках всего несколько сумок, больше брать не захотел. Сейчас помещение опечатано, и если Владимир Тихонов вернется сюда, то ему грозит уже уголовная ответственность. Евгений Талов, Никита Файзулин, Телемикс. На этой неделе приставы работали и в другом селе. В Корсаковке из дома выселили женщину за долги. Она несколько лет не выплачивала квитанции за услуги ЖКХ. Поживая в муниципальной квартире, Наталья Федотова накопила долгов на сумму больше 200 тысяч рублей. По решению суда гражданку переселили из квартиры с коммунальными услугами в квартиру с печным отоплением. Из Корсаковки женщина переехала в село Борисовский мост. Новоселье справить помогли. Нужные вещи перевезли из старой квартиры. После временной хозяйки там остались только горы мусора. В ближайшие две недели выселение ждет еще четырех жителей нашего округа, которые считают, что закон не для них. Не пропустил скорую, отдавай права или вовсе садись в тюрьму. Новый законопроект готовит Госдума. Документы уже поддержали правительство и Верховный суд России. Новый законопроект готовит Госдума. Документы уже поддержали правительство и Верховный суд России. Автовладельцы, которые не дали проехать скорой помощи, планируют лишать ведительских прав на срок от полутора до двух лет. Но эта мера будет действовать только в том случае, если опоздание медиков к пациенту не привело к негативным последствиям. В случае, если больной скончался, водителю будет грозить уже уголовная ответственность. Свободы могут лишить на срок до 4 лет. При этом нарушение должен зафиксировать инспектор ГИБДД, а не видеорегистратор. Однако в документе не оговаривается, как действовать в ситуации, когда водитель не может уступить дорогу скорой по объективным причинам. Напомним, сейчас автовладельцев, которые не дали проехать машине со спецсигналом, наказывают штрафом в 500 рублей, либо лишением прав на срок от 1 до 3 месяцев. Кладбище на перепланировку. Активисты Совета национальности настаивают на том, чтобы при проектировании нового погоста учитывали особенности похоронных обрядов разных народов. Сотрудники администрации готовы пойти навстречу. Какие еще вопросы обсудили члены уссурийских диаспор, расскажем далее. Совет национальности обсудил план нового кладбища в Глуховке, строительство которого в разгаре. По проекту вход на погост один, а далее территория делится на несколько зон в зависимости от вероисповедания умерших. Большинство членов Совета национальности уверены, вход в каждую зону должен быть отдельным, чтобы не смешивать ритуальные традиции разных народов. Есть у нас разделение мест захоронения, то есть различных вероисповеданий. Но если, я думаю, что есть какая-то возможность нести какие-то корректировки, где-то все это обсудим. Значит, общую практику посмотрим, общую принятую, то есть как в каких городах делается. Предложение Совета диаспор приняли к сведению, как и вопрос о реконструкции памятного знака жертвам сталинских репрессий. На прошлом заседании просьба привести в порядок памятник поступила от корейской диаспоры. На этой встрече результат уже есть. Действительно, тот знак, он был в достаточно удручающем состоянии и неприглядном. Нашлись те, кто несет в том числе ответственность за состояние этого знака. И было принято решение к дню города привести его в соответствие. Еще один вопрос повестки – открытие армянской школы танцев. В феврале члены диаспоры на общественных началах стали обучать уссурийских детей искусству своего народа. Занятия бесплатные. По воскресеньям Ленинградская 60, второй этаж, проходит танцы. Но сейчас пока каникулы у всех, потому что наш педагог тоже улетел повышать квалификацию. Как прилетит, думаю, с сентября месяца опять начнем уже ходить, танцевать. Заинтересовать уссурийцев обычаями своего народа не прочь и белорусская диаспора. Члены организации хотят сотрудничать с Краевым колледжем культуры и совместно ставить творческие номера по мотивам белорусских традиций. Анна Клыга, Игорь Антонов, Телемикс. Уголовный срок и работа с детьми. Законно ли трудоустоество преподавателя с погашенной судимостью в школу и не нарушается ли при этом права учеников? Ответы на эти вопросы в рубрике «Телеконсультант». Имею педагогическое образование и очень хочу работать с детьми, но так случилось, что у меня была судимость. Подскажите, есть ли у меня шансы стать преподавателем в школе или нет? Вообще законодателям запрещено принимать на педагогическую деятельность работников, которые имеют судимость, либо подвергались уголовному преследованию за ряд преступлений. К этим преступлениям законодатель отнес преступления против личности, жизни и здоровья, свободы чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества. Но также при этом законодатель установил, что если лицо было судимо за преступление небольшой или средней тяжести и желает работать в образовательных организациях или организациях, связанных с досугом несовершеннолетних, он вправе обратиться с ходатайством в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав субъекта Российской Федерации, в данном случае Приморского края, с вопросом о рассмотрении вопроса о допуске его к педагогической деятельности. При наличии положительного заключения такое лицо вправе устроиться в образовательную организацию. В случае получения положительного заключения Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о допуске к педагогической работе, работник с этим заключением идет к работодателю. И если работодатель отказал в заключении трудового договора, то данные действия являются незаконными. Соответственно, такие действия работник вправе обжаловать в соответствующие органы. Впереди короткая реклама, далее вы увидите. Пять операций в день, хирургические будни в канун праздника. С позаранку бодрячком уссурийцы собрались на массовую зарядку. Мы добры и веселы, наш город отошел в число самых добрых. Продолжаем выпуск. Свободный порт Владивосток стал главной темой на встрече таможенников Китая и Уссурийска. Представители пяти приграничных городов приехали к своим российским коллегам, чтобы обсудить работу в рамках нового закона. Представители таможен Уссурийска, Суифенхэ, Дунина, Мишаня, Хулиня и Хунчуня за одним столом приговоров. Таможенники говорили не только о перемещении товаров через границу и сложностях, которые возникают с пунктов пропуска. Главная тема – обсуждение сотрудничества в рамках закона о свободном порте Владивосток. Это требует круглосуточного режима работы. В ближайшее время спрос на такой режим границы возрастет, прогнозируют специалисты. Ведь резиденты свободного порта приступают к активной работе. Результаты этого диалога обсудят также на высшем уровне в Китае. И, возможно, в ближайшее время китайская граница распахнет свои ночные ворота. Мы были готовы работать, начиная с 1 октября прошлого года, как это предписано по 212 федеральному закону. Есть некоторые сложности по организации работы, ну, как у наших китайских коллег. Помимо всего прочего, еще не так активно все-таки начал использовать возможности определенные по 212 федеральному закону наш бизнес. Медицинские работники всей страны в это воскресенье отметят свой профессиональный праздник. Поздравление примет и Елена Гапоненко. Врач-хирург с 30-летним стажем ежедневно оперирует по 5 пациентов, а потом помогает им восстановиться. О буднях человека, чье призвание лечить, расскажем далее. Добрый день, все девочки. Все тут у тебя нормально. Сейчас посмотрим. Врач-хирург Елена Гапоненко бодро заходит в каждую палату отделения. Заведующий старается почаще навещать своих пациентов. Ей не сложно, а больным приятно и спокойно на душе. За плечами хирурга 33 года работы, а в сердце трепет перед каждой операцией. Хирург, сколько бы он ни работал и какой бы опыт у него ни был, он перед операцией волнуется всегда. Бывает даже перед самой простой. Может быть, это даже и хорошо. Если доктор, хирург в частности, он переживает за больного и волнуется, как правило, все хорошо получается. С самого детства Елена твердо решила стать врачом. Поступила в медицинский, руководила хирургическим кружком, еще на учебе провела первую операцию. С тех пор Елена Гапоненко ни разу не пожалела о своем выборе и по-настоящему полюбила профессию. На работу только с улыбкой. Хорошее настроение врачей сразу же передается и пациентам. А веселые личики у них у врачей, смотришь, такие веселенькие они. Как-то и укол, кажется, не больно сделала. Вот, например, это у нас Егоровна тут есть. Самые лучшие уколы. Елена Гапоненко уверена, врачами становятся только по призванию. На второй план отходит маленькая зарплата, трудности с медикаментами и оборудованием. Все силы идут на борьбу за жизнь и здоровье человека. В другой профессии я, допустим, себя не представляю. Я думаю, что и другие доктора тоже, которые у нас работают. Поэтому это вот уже образ жизни. Признательность людям в белых халатах выразили в преддверии Дня медицинского работника. Профессиональный праздник отметят в России 18 июня. Но поздравления врачи получили заранее, пока есть свободная минутка. Три профессии должны быть по призванию. Это врач, учитель и военный. Хотя бы на том простом основании, что цена брака слишком высока. Человеческий житель. За многолетний труд и профессиональные заслуги медработников города наградили почетными грамотами и благодарностями администрации округа. Когда мы выходим получать какую-то награду, мы очень волнуемся. Мы волнуемся даже накануне. Но я считаю, что это, конечно, нужно, потому что мы работаем, отдаем душу, отдаем все свои силы для того, чтобы помочь пациенту. Понимаю, что ты когда-то старался, и это оценено, это видно. Приятные ощущения. Лучших в профессии отметили также от имени губернатора Приморья, депутатов Госдумы страны, законодательного собрания края и Думы Уссурийска. Анна Клыга, Игорь Антонов, Телемикс. Горожане встретили утро вместе на общегородской зарядке. А тренисисты не спали спокойно по другой причине. Вечером у них финал городского парного чемпионата. Продолжит тему Наталья Зайцева. Здравствуйте. Сегодня утро начали активно не только те, кто успешил на работу, но и те, кто смог в 9 часов прийти на общегородскую зарядку. Массовые тренировки в Уссурийске проходят с 2013 года. Сначала они были приурочены к праздникам или летним каникулам детей. Теперь есть календарь, в котором за теплый сезон горожане 4 раза встречаются на утренней зарядке. В этот раз бодрящая разминка прошла на городском стадионе и поле локомотива и объединила около 600 человек. В следующий раз зарядка для всех желающих пройдет накануне Дня города в сентябре. А вот теннисисты сегодня активно, я бы даже сказала напряженно проведут свой вечер. На открытых кортах ТМК сыграют финал многодневного городского чемпионата в парном зачете. 24 участника составили турнирную сетку состязаний. Организаторы теннисные дуэты разделили на подгруппы. Каждая пара играла по 5 матчей, чтобы набрать максимальное количество очков. Так лидеры в подгруппах в течение трех недель держали свои позиции, чтобы сразиться за медали уже в финальной встрече. Здесь интересно два момента. Первый, игра на счет, она заставляет нервничать немного. И тут же нужно себя контролировать, потому что если ты начинаешь нервничать, то никакой игры не получится. Поэтому в эмоциональном плане все очень интересно. Борешься со своими эмоциями для того, чтобы лучше играть. В первой подгруппе пара Оксаны Черниковой и Ларисы Ласьковой. Вместе с Анастасией Крапивко в дуэте с Еленой Пазычевой стали лидерами. Во второй подгруппе Вячеслав Шамрила с Татьяной Дьяковой. И Софья Решетник с Михаилом Литвиновым вышли в борьбу за медали. Сегодня на кортах до самой ночи будет идти борьба за престижные места на пьедестале. Ну а кто победил, узнаете в пятницу в программе «Неделя спорта» в 20.00. Рейтинг 10 самых добрых городов страны опубликован по результатам всероссийской экологической акции «Марафон добрых дел». В Добрую Десятку в одном ряду с такими крупными городами, как Казань, Москва и Нижний Новгород вошел Уссуриск. Организаторы акции отметили, люди из этих населенных пунктов показали себя активными, готовыми бороться за сохранность окружающей среды. Более 500 жителей нашего города приняли участие в «Марафоне добрых дел». Почему же Уссуриск один из самых добрых в России и за что жители любят родной округ? Мы вышли на улицы и узнали. Это же моя родина здесь родилась. Он простой, здесь нет больших высоток и в принципе много зелени, это хорошо. За озеленение его, за то, что зеленый город очень светлый и много света и позитива. В нем очень уютно. Я хотела поехать в Владивосток жить, но потом вспомнила, там мне не очень понравилось. Все-таки Уссуриск роднее, все места знаешь. Потому что спокойный и довольно-таки весело тут иногда бывает. Хорошо, вот что нужно делать, чтобы наш город был еще круче? Ну, надо, чтобы классный разлив был. Мне нравится ваш город Уссуриск, потому что тут хорошая площадь, как там еще сказать. Ну, не знаю, конечно, мне нравится просто ваш город. Люблю за то, что он зеленый у нас город, самый зеленый город. Вот можно ли назвать, по вашему мнению, Уссуриск лучшим городом для жизни? Конечно, он тихий, спокойный. Я люблю свой город, ну, за что я не знаю просто, где были. Вообще, я люблю наш город, потому что я в нем родилась. Здесь живут моя семья, мои друзья. Ну, и к нам еще родственники часто сюда приезжают. Ну, не знаю, в принципе, мне город нравится таким, какой он есть. Неплатильщикам переезд, скорой помощи дорогу, медработникам почести, уссурицам активное утро. Таким был этот день. В студии работал Гениталов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok